Сегодня мы говорим о капризах шоу-бизнеса, о тайных социальных сетей и обо всякой прочей чепухе с королем шоу-бизнесской чепухи Никитой Джигурдой. Вот так вы и определяете? Я сразу должен возразить, король чепухи это интересно вообще. С Никитой Джигурдой, который отказывается от всяческих титулов, но при этом две недели назад активизировался наконец в социальной сети Twitter под именем Джигурда-12, потому что до этого существовала масса двойников, которые всяческую чепуху от имени великого фрика российского шоу-бизнеса там исполняли. Я все правильно сказал? Ну я думаю, что с точки зрения массового сознания может и правильно, с точки зрения моего повторюсь, в который раз я, видимо, очень хороший актер, поскольку даже образованные люди верят, что тот образ, который я создаю в сети и на экране очень часто, что это реальный Джигурдат. Я не знаю, расстрою я вас или нет, если скажу, что истинный Джигурдан имеет к этому вообще по большому счету никакого отношения. Что касается Twitter, то в самом деле мне открыли его где-то полгода назад, но я не занимался этим, поскольку не было времени, а когда увидел, что появились двойники более 10 человек, И об этом стали писать в желтой прессе и от моего имени обсуждать какие-то факты, которые Джигурда выкладывает от себя в Твиттере, я понял, что поскольку я никогда не подаю ни на кого в суд, это моя позиция, Значит, я решил, что против лома нет приема и стал периодически выходить в Твиттер, но писать, естественно, четверостишее в своем ключе. Да, мы, кстати, договорились, что стихов и песни у нас не будут, и танцы, да. Ну, для того, чтобы поняли, что это настоящий Джигурдан, и чтобы выделяться из общей массы, поскольку я не ставлю себе задачу набрать максимальное количество читателей, не это моя задача. Вы знаете, значит, выделяться из общей массы. Выделяться из общей массы и донести идею человека-творца, и я глубоко убежден, что те, кто имеют расширенное сознание, смогут за матом увидеть ту истину, которая, если давать без драйва, без мата, будет или скучна, или просто усыплять огромное количество людей. Поэтому Джигурда-12, я говорю, 12, мне Анфиса Чехова говорит, ой, боюсь подумать, Джигурда-12, что это? Я говорю, Джигурда-12 это не размер, просто 12 апостолов жду я. И у меня есть человек, который ретвитит высказывания, анекдоты. И человек сам выбирает, что ретвититит. Я вот читаю там из последних ретвитов, когда Никите Джигурде снятся кошмары. Ну да, да, что там кричит весь подъезд, но это из интернета, дело не в том. Я в основном выкладываю четверостишие хулиганские, а человек у меня отбирает ретвит. А что за человек? Мальчик или девочка? Ну, парень, который как раз и предложил мне вступить в противоборство с двойниками и клонами. Джигурда-12, да, и парень. Ну, дело не в этом, дело же не в этом. Дело в том, что я глубоко убежден, да, я называю это принципом батарейка бога. Вот когда есть только плюсы, когда наши правители под овечьими шкурами скрывают свою хищную сущность, на мой взгляд, это гораздо хуже, чем то, что делаю я, когда я, наоборот, надеваю шкуру Чубаки.